Сегодня я хочу рассказать о том, кому не подойдёт Латвия. Если вы планируете сюда переезжать, если вы планируете сюда ехать в отпуск, если вы просто хотите узнать про Латвию, то, пожалуйста, я сейчас буду рассказывать, кому она не понравится. Вернее, я буду рассказывать о некоторых пунктах, которые могут кому-нибудь не понравиться. И первый пункт, который, естественно, скажем так, будет волновать многих, особенно тех, кто любит летний, например, отдых на море, это погода. В Латвии бывает жара. Я с этим уже столкнулась. Она бывает. Да, здесь бывает несколько дней прям жарко, несколько недель бывает жарко. Но большую часть времени здесь достаточно облачно, пасмурно, и идут дожди. Дожди здесь, в принципе, бывает, когда они идут прям по несколько дней и недели. Я не вижу ничего плохого в дождях, да, иногда это, конечно, угнетает, но, в принципе, дожди – это хорошо. Здесь повышенная влажность. Это тоже стоит учитывать. И стоит учитывать то, что прогнозы здесь очень часто не работают. Если вам обещали, что будет тепло, то на всякий случай стоит взять и зонтик, и дождевик. Да, я знаю, что, может быть, кто-то предпочитает отдых на пляже, когда погода будет прекрасной, когда будет всё время светить солнышко. И в таком случае Латвия – это не совсем подходящий вариант. Потому что даже если вам обещали, что, предположим, в июне или в августе вдруг будет две недели жары, и будет плюс 27-30 градусов, и вода прогреется – ничего подобного. Вполне может быть такое, что 30 градусов будет один день, а вода при этом будет очень холодная, и пойдут какие-нибудь циклоны, и вода будет прям совсем ледяная, она так и не прогреется. Поэтому стоит учитывать, что погода в Латвии своеобразная. Мне она нравится, а кому-то она может вообще не понравиться. Следующее – я хочу поговорить про толпы людей, вообще, в принципе, про людей. Постоянно, везде говорят, что в Латвии очень мало людей. Во всех странах Балтии прям очень мало людей. Это всё враньё, здесь очень много людей. Если походить по фестивалям летом, на море летом, ещё летом можно поездить в общественном транспорте. Либо, если в более холодное время пойти в какие-нибудь места вроде квизов, кафе и музеев, то можно обнаружить, что в Латвии очень много людей. Но, да, их действительно намного меньше, чем в Берлине, чем в Москве и в других больших городах. Так же, как и, я имею в виду, в Риге меньше людей, да. Так же, как и на самом деле, да, действительно, по всей Латвии будет намного меньше людей, чем по всей Германии или всей России. Но если вы хотите, чтобы прям были огромные толпы и в транспорте везде-везде, и вне зависимости от фестиваля или какого-то события, и прям просто вот когда вы идёте в рабочий день, в разгар рабочего дня по улице, и должны быть толпы людей везде, да, в Латвии такого не будет. Следующий пункт – это зарплаты. Он скорее касается, наверное, тех, кто переезжает в Латвию и планирует переезжать, а не тех, кто приезжает в отпуск, но тем не менее. Несмотря на то, что говорят, здесь не будет мелких совсем зарплат. Нет, конечно, всё зависит от сферы деятельности, от опыта, от того, что вы, в принципе, умеете, на каких языках вы разговариваете, что вы хотите получить, как вы работаете, какой вы сотрудник, какое у вас, я не знаю, резюме, и какие у вас характеристики с работы, но такое, но тем не менее, да. Потому что если вы на работу ходите через день, просыпаете постоянно, и при этом хотите зарплату 5000 евро на руки, и у вас нет абсолютно никакого образования, никаких навыков, и вы не умеете разговаривать даже на своём родном языке, ну, глупо говорить о том, что здесь плохие зарплаты. Нет, они действительно будут не очень высокими, назовём это так. Например, в какой-то определённой сфере, да, они будут ниже, чем в той же Германии, в той же, не знаю, Швейцарии, Англии и так далее, процентов на 15, 20, 30, 40, 50. Да, конечно, здесь не будет огромных зарплат, вы не найдёте. Ну, можно попробовать найти, если повезёт, вдруг какой-нибудь зарплаты прям вау-вау-вау. Но в целом здесь не будет огромных зарплат. Но и не надо думать о том, что здесь вообще нет зарплат, о том, что здесь просто платят копейки. Я не знаю, кто все эти люди, которые рассказывают про то, что в Латвии зарплаты 300 евро на руки, это максимум, такого быть не может, просто потому что есть какие-то минимальные зарплаты. Нет, если вы, конечно, работаете там на четверть ставки или на полставки, или, опять же, вы не сделали ничего для того, чтобы получить образование, для того, чтобы получить какие-то навыки по вашей профессии, для того, чтобы куда-то продвинуться, вполне вероятно. Возможно, студенты получают не так много, как хотелось бы, но любой нормальный, адекватный, взрослый человек, который понимает, от чего зависит его зарплата, будущее, может сделать какие-то шаги для того, чтобы получать достойную зарплату. И, конечно, стоит учитывать, что налоги тоже немножко отличаются в разных странах, поэтому то, что у вас формально может быть, например, в Латвии зарплата написана одна, а в Германии на 20% больше, вы по факту можете получать на самом деле одинаково. Но это стоит вам все-таки тоже обратить внимание на налоги. Да, конечно, здесь тоже говорят, что здесь огромные налоги. Возможно, это говорят те люди, которые не платили налоги в Германии и в Англии. Следующий пункт – это язык. Для того, чтобы здесь остаться, для того, чтобы здесь легализоваться, для того, чтобы здесь получить определенные документы, вам потребуется знать латышский язык. И, в принципе, для того, чтобы здесь комфортно жить, вам потребуется знать латышский язык. Только русского и английского? Нет, на самом деле может хватить. Можно жить спокойно здесь, не зная этого языка, особенно если у вас есть, например, гражданство любой другой европейской страны, и вам не нужно будет ничего сдавать для получения ВНЖ здесь. Да, можно обойтись. Можно обойтись тем, что вы выучите минимальный латышский язык для того, чтобы сдать просто на ВНЖ и дальше спокойно жить. Да, здесь можно спокойно обойтись, в принципе, на самом деле, да, знанием русского и английского в повседневной жизни, даже во время заполнения документов. Да, пожалуй, можно. Но для комфортной жизни, для того, чтобы у вас не было никаких проблем с документами, лучше выучить язык. Если вы не хотите учить латышский, то, соответственно, вам лучше посмотреть какую-нибудь англоязычную страну. Я исхожу из того, что в большинстве школ всё-таки преподают английский язык, поэтому английский язык уже знают, наверное, процентов 80 людей, ну, может, 70, в моём так понимании. Ну да, язык придётся учить. И сейчас везде, из всех щелей, наверное, вам будут говорить о том, что этот язык учить надо будет обязательно, о том, что без знаний латышского вы не устроитесь на работу, о том, что вы без знаний латышского не сможете вообще ничего. Нет, на самом деле здесь спокойно можно жить без знаний латышского языка. У меня есть много друзей, которые это подтверждают. У меня муж не знает латышского языка, он его потихоньку учит. Он уже начинает его понимать. Отвечать пока не умеет, но понимать-понимает уже что-то. Но мы же сюда приезжали, когда он не знал вообще ничего. И он знает английский отлично, он знает русский, и поэтому... И немецкий. И поэтому он спокойно общался, если ему надо было на английском или на русском, и не было никаких проблем и каких-то претензий. Поэтому, с одной стороны, да, язык знать надо. С другой стороны, если вы переезжаете с целью остаться, но при этом не хотите учить язык, ну тогда у меня есть определённые вопросы. А вы так в любую страну поедете? Следующий момент, который стоит упомянуть, это географическое положение. Латвия находится не в центре Европы, например, как Германия. Поэтому стоит учитывать, что если вы захотите отправиться из Латвии, путешествовать в какую-нибудь любую другую страну Европы, то вам придётся либо очень-очень долго ехать наземным транспортом, либо лететь. Не получится, как в Германии на одни выходные съездить во Францию, на другие в Швейцарию, на третьи, например, в Италию. Здесь такой вариант не прокатит. Здесь придётся именно либо лететь, либо очень надолго брать отпуск для того, чтобы доехать. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус, но тем не менее так есть. Латвия не в центре Европы, а, скажем так, с краю. И, кстати, для тех, кто не знал, Латвия – это северная Европа. Следующий пункт – это то, что в Латвии очень медленные улучшения. Здесь строят торговые центры, здесь ремонтируют дороги, здесь переделывают что-то в музеях, здесь делают новые лесопарковые зоны, здесь строят дома. Здесь происходит всё, но довольно медленно. Если сравнить, например, какой-нибудь мегаполис, не Берлин, в Берлине всё ещё медленнее, а, допустим, Варшаву и Москву, и Латвию, и Ригу, простите, то в Риге очень медленно всё делается. Здесь не самая лучшая экономическая обстановка, да, здесь не так много денег, да, здесь достаточно ограничено то, что могут отремонтировать, либо построить за год, потому что не хватает финансирования, да, да, так и есть, действительно. Здесь очень медленно всё делается. Да, делается, но медленно. Если вы надеетесь на то, что, когда вы приедете, вы увидите, как стройку завершают за какой-нибудь один год, не стоит. Это не ваш вариант. И если вы на это рассчитываете, не надо ехать в Германию. Там ещё хуже местами. Высокая коммуналка. Этот пункт, мне кажется, упоминается везде. Я не могу сказать, что она высокая относительно... Ну, давайте так. Высокая коммуналка относительно чего? Относительно средней зарплаты? Нет. Относительно минимальной зарплаты? Да. Но, если так по-хорошему, а есть страны, в которых коммунальные платежи радовали бы людей, и они были бы идеально низкими? Я такого не знаю. Вот правда. Не по сравнению с средней зарплатой или с вашей высокой зарплатой, а, например, с минимальной зарплатой, если сравнить. Я думаю, если сравнить минимальную зарплату в России, не в Москве, а в России, среднюю минимальную зарплату, или как там считается, если честно, не знаю, наверное, по всей стране минимальная зарплата, хорошо. минимальную зарплату в России и стоимость коммунальных платежей, если у вас нет каких-то льгот и так далее, то будет примерно такая же ситуация. Если бы здесь коммунальные платежи были настолько огромными, что люди просто бы не могли их оплачивать и выживать, люди бы здесь не жили. Пожалуй, это тот момент, о котором стоит задуматься людям, которые постоянно говорят о том, что какая-то определённая страна ужасна. Она может не подходить лично вам, она может не подходить вам и вашим знакомым, семье и так далее, но при этом другим она будет подходить идеально, потому что отвратительной страны, которая во всём плоха, не может быть так же, как и не может быть идеальной страны, самой-самой лучшей, в которой все хотят жить, потому что тогда бы там все жили. А если бы была такая ужасная страна, в которой просто невозможно жить, и все оттуда хотят уехать, и невозможно ничего оплачивать, то в этой стране бы никто не жил. Но коммуналка действительно здесь бывает высокой относительно определённых зарплат. Она бывает, что поднимается, и поднимается существенно из-за каких-то определённых обстоятельств. Да, был такой момент, который мне, например, не очень понравился. Мы сейчас снимаем квартиру, арендуем с мужем, и у нас относительно новый дом, и у нас внезапно на планируемый ремонт цены поднялись больше, чем в три раза. И то есть нам пришёл счёт, где раньше вместо 6,7 евро, по-моему, было около 7 евро, вдруг надо платить 21, кажется. И это было внезапно. И, например, сейчас у нас заполнялись анкеты, где жильцы должны были все подтвердить или опровергнуть то, что вот они хотят опять что-то там отремонтировать, на что опять будут собирать деньги, из-за чего опять повысятся тарифы. И мы присылали эту анкету хозяйке квартиры, она просто не стала её никак заполнять, а мы не можем без её согласия ведома и так далее её заполнить. И я понимаю, что сейчас, например, нас ждёт очередное повышение цен, на которое мы не можем повлиять. Да, этот момент неприятен. Да, согласна. Но я же знаю, какие коммунальные платежи были в Варшаве и в Берлине. И я знаю относительно зарплаты моей мамы, какие коммунальные платежи у неё были в Калининграде. Она там жила в квартире, и она там же работала. И ей не хватало того, что она получала пенсию, и работала на то, чтобы себя содержать и, соответственно, платить коммунальные платежи. Поэтому говорить то, что только в Латвии высокие коммунальные платежи, нет. То, что они здесь не самые приятные, да. Ещё один пункт — это дороги. Их сейчас ремонтируют, кстати. Но местами они отремонтированы... Ну, так себе. Местами они действительно не очень хорошие. У нас была ситуация, когда мы ехали по дороге, по там асфальтная дорога, но она такая уже повидавшая жизнь, немножко потрёпанная. И мы едем по дороге, и там какой-то знак. И мы друг у друга с мужем спрашиваем, интересно, а что этот знак значит? И тут мы поняли, что этот знак значит. Потому что у нас просто обрубилась асфальтная дорога, и мы ехали по какой-то грунтовке, не очень хорошо сделанной, причём внезапно. Там не видно было, там такой пригорочек, и ты просто уезжаешь сразу в грунтовку. И прошло, получается, полгода, там был кусок вот этой дороги. Казалось, что его собираются ремонтировать, но его собираются делать. Но вот прошло полгода, его пока ещё не сделали. И я не удивлюсь, на самом деле, если его они сделают ещё год, и, может быть, даже больше. Да, такая проблема здесь действительно есть. Так же, как и во многих других странах есть проблемы с дорогами, потому что они портятся быстрее, чем их ремонтируют. И здесь строят новые дороги, иногда их строят хорошо, иногда их строят... Их строят. Следующий пункт – это одежда и косметика. Сюда не сразу поступают какие-то люксовые брендовые вещи и прочее, а косметику очень часто приходится заказывать вообще с Амазона. Это дорого, это не всегда удобно. Иногда одежду приходится ждать по 4 недели, чтобы её доставили из Германии или ещё откуда-то. Потом ещё 4 недели ждать возврат, потому что... Ну, вот такая вот ситуация. Да, здесь не всё есть. Здесь не всё есть из косметических средств, здесь не всё есть из одежды. И с этим тоже стоит считаться. Поэтому, если вы любите одеваться в какие-нибудь супер-классные бренды по дешёвке и хотите использовать кучу разной новой косметики, которая только-только появилась, Латвия не для вас. Вообще, я люблю Латвию, я очень рада, что я наконец-то сюда переехала. Я понимаю, что у неё есть и плюсы, и минусы. Я понимаю то, что здесь есть какие-то определённые моменты, которые очень хотелось бы изменить и поменять, очень хотелось бы улучшить. И при этом я прекрасно понимаю, что Латвия, как и любая другая страна, подходит далеко не всем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а как вы считаете, Латвия вам подходит или нет. До встречи!